Прошлая неделя принесла поклонникам королевской семьи несколько шокирующих новостей. В сети стали появляться слухи о том, что принц Уильям изменяет своей супруге Кейт Мидлтон уже довольно-таки продолжительное время. Более того, источники уверяют, что герцоги кембриджские несколько лет живут в свободных отношениях, в которых каждый из них удовлетворяет свои фантазии, особенно это касается принца Уильяма, с другими людьми. Конечно, такие новости уже не в первый раз приводят в ужас публику, но одно из последних сообщений действительно заставило волноваться фанатов британской короны. Самая гармоничная и, казалось бы, счастливая пара королевства оказалась фейком, спросите вы. Пока сложно дать какой-то однозначный ответ, но буквально на днях Кейт Мидлтон заставила переживать поклонников еще больше, ведь она появилась на мероприятии без обручального кольца, с которым ранее никогда не расставалась. На днях герцогиня вместе со своим супругом принцем Уильямом и дочерью принцессой, Шарлоттой посетили игры Содружества, которые проходят в Бирмингеме. Кейт предстала перед публикой с сияющей улыбкой и в ангельско-белом костюме от Александер Макуин. Кембриджская дополнила свой образ комплектом из ожерелья и серег. Но что касается рук герцогини, то на них не наблюдалось сапфирового обручального кольца, которое ранее принадлежало принцессе Диане. Интересно, почему на герцогине Кембриджской нет обручального кольца? Может быть, с кольцом что-то случилось и сейчас им занимается ювелир, писали поклонники в социальных сетях. Эксперты развеяли сомнения фанатов, заявив, что герцогиня не носит это кольцо, когда знает, что ее ждет активный день, ведь украшение может соскользнуть. Также специалисты отметили, что Кембриджская не надевала кольцо на товарищеские соревнования по парусному спорту. К слову, в 2010 году принц Уильям подарил это украшение Кейт во время того, как делал ей предложение, со словами, что его мать, принцесса Диана, не должна ничего упустить. Я носил его в рюкзаке около трех недель и не отпускал его, куда бы ни пошел. Я был очень рад, когда Кейт сказала да, передал тогда свои чувства Уильям, а Кейт лишь добавила, что это кольцо имеет для нее особенное значение. Не успели читатели британских таблоидов обсудить заявление принца Уильяма о том, что Кейт Миддлтон никогда не даст ему обойти себя в теннисе, как герцогиня Кембриджская уже готова поразить поклонников новыми достижениями в спорте. В минувшее воскресенье она отправилась в город Плимут в Девоне, где проходила Гран-при Великобритании по парусному спорту. 40-летняя Кейт Миддлтон была одета в темно-синий свитер с белыми полосками и белоснежные шорты, журналисты уже шутят над тем, что подобное нарушение протокола не простили бы Меган Эмайер Кайл. Свой расслабленный образ она дополнила белыми кроссовками и маленькими серьгами-кольцами. Герцогиня Кембриджская прибыла, чтобы принять участие в дружеском состязании «Гонка-содружество» между командами Великобритании и Новой Зеландии. Она проходила вокруг южного побережья Англии и, конечно же, Кейт понадобилась переодеться, чтобы присоединиться к другим спортсменам. Миддлтон облачилась в гидрокостюм и серую кепку, а затем присоединилась к Бену Эйнсли, профессиональному моряку, которого считают самым успешным участником в команде Великобритании в истории Олимпийских игр. Кейт знакома с Беном с 2012 года, впервые она встретила его на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, когда он выиграл четвертую в своей карьере золотую олимпийскую медаль. Вместе с ним герцогиня Кембриджская также встретилась с представителями фонда 1851 Траст, занимающегося продвижением устойчивого развития. Кейт Миддлтон является его покровителем, под ее руководством фонд помогает улучшению морской среды и снижению уровня выброса вредных углеродов в атмосферу. В видео, которое было размещено в блоге Кембриджских, принц Уильям и его дочь, принцесса Шарлотта, поделились милым посланием, чтобы поддержать футбольную команду ЛНСС. Это произошло в преддверии финала женского Евро 2022 в Англии. Принц Уильям сказал, мы оба хотим пожелать ЛНСС удачи сегодня вечером. Вы удивительно хорошо выступили на соревнованиях, и мы все время болеем за вас. Принцесса Шарлотта добавила, удачи, надеюсь, вы выиграете. Пока подписчики не смогли оставить ролик без внимания. Ой, какое супер милое видео. Мне оно очень нравится. Удачи, ЛНСС. А, моя дорогая. Ты очаровательна и похожа на маму здесь, Шарлотта самая милая. Давайте, ЛНСС. Вы сможете, вчера ЛНСС сыграли против Германии в матче, который начался в 17 часов на стадионе Уэмбли. Принц Уильям присутствовал на игре с принцессой Шарлоттой и Кейт Миддлтон. В прошлом месяце во время встречи с женской футбольной командой в Ставфордшире Уильям рассказал, что Шарлотта, футбольная фанатка, Шарлотта хочет, чтобы я сказал вам, что она действительно хороша на воротах подающая надежда звезда. Новая книга королевского биографа Тома Бауэра «Месть, Меган, Гарри и война между Виндзорами» приоткрывает завесу тайны над предполагаемыми проблемами между Меган Маркель, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Писатель рассказал, почему на самом деле они не могут помириться. Побеседовав с десятками самых разных людей из окружения герцога и герцогини Сосекских, писатель нашел причину сложных отношений родственников. По его словам, проблема в том, что Меган страдает от так называемого комплекса жертвы. Жене принца Гарри при дворе казалось, что все вокруг пытались ее унизить, в том числе сотрудники Букингемского дворца. Меган становилась все более хрупкой, требуя, чтобы к ней относились с должным отношением. Она чувствовала, что Уильям и Кейт не дали ей признания, которого заслуживала, и терпеть не могла сравнений с безропотной Кейт. В целях самообороны она потребовала отомстить своим критикам. Ее поведение по отношению сотрудникам стало эгоистичным, манипулятивным и требовательным, рассказал биограф. В четверг на открытии 22-х игр Содружества в британском Бирмингеме присутствовал Принт Чарльз вместе с другими членами королевской семьи. Столь важное для стран Содружества мероприятие началось 28 июля, а официальное закрытие состоится 8 августа, известно, что игры соберут 4500 спортсменов из 72 стран. Они традиционно проводятся каждые 4 года, на соревнованиях, как и на Уимблдоне и Воскоте, присутствуют члены монаршей семьи. На следующей неделе на играх можно будет увидеть герцогов кембриджских, принц Уильям и Кейт Миддлтон будут сидеть на трибуне. Хотя британские таблоиды регулярно шутят на тему того, что они и сами могли бы принимать участие в спортивных соревнованиях, так как оба ведут достаточно активный образ жизни, не забывая при этом соревноваться друг с другом в различных видах спорта. Так, например, королевская чета неоднократно участвовала в гонках на парусных лодках и благотворительных марафонах, не отрицая при этом, что часто занимаются бегом и катанием на велосипедах по утрам. На первый взгляд кажется, что они могут составить достойную конкуренцию друг другу в любом виде спорта, но как оказалось это не совсем так. Принц Уильям признает, что все-таки никогда не сможет одержать победу над своей женой в одном из них. В своем недавнем интервью изданию Daily Mail австралийский теннисист Рот Лейвер, однократный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и двукратный обладатель «Большого шлема», признался в том, что однажды принц Уильям рассказал ему один из своих секретов. «Я несколько раз встречался с ними во время спортивных состязаний, сидя рядом в королевской ложе». И в один из таких дней герцог Кембриджский рассказал, что они часто играют с женой в теннис, но ему никогда не удается одержать над ней победу, рассказал он журналистам. Ему можно верить Кейт Миддлтон, талантливая теннисистка, регулярно оттачивающая свое мастерство на карте в престижном лондонском клубе Херлингем. Перед службой безопасности и командой королевы стоит грандиозная задача обеспечить безопасность 96-летнего монарха, и один из аспектов этого включает в себя конфиденциальность. Именно поэтому у королевы есть секретное имя, которое используется всякий раз, когда монарх регистрируется в отелях по всему миру. Куда бы она ни отправилась, королеве требуется огромный штат охраны, но кроме того на нее работает целая команда, которая разрабатывает ряд мер для того, чтобы тайно общаться и обмениваться информацией. Все это гарантирует, что передвижение, местоположение и действия королевы будут в секрете. Однако, несмотря на это, несколько лет назад один из офицеров охраны королевы раскрыл имя, которое команда использовала для Елизаветы Двух. Оказывается, Секьюрити звали ее просто С, по первой букве слова, Суверен или Шерон. Эту информацию косвенно подтвердил королевский историк Хьюго Виккерс, который сказал журналистам, это весьма вероятно. Цель любого прозвища состоит в том, чтобы оно было анонимным и запоминающимся. Если оно также может быть немного озорным и, следовательно, еще более запоминающимся, тогда это имеет смысл. Хотя, конечно, С может просто означать «суверен». С или Шерон – это лишь одно из многих имен, под которыми королева Елизавета II была известна на протяжении многих лет. Например, в детстве ее звали Лелебед, когда она с трудом произносила свое собственное имя. Принц Джордж называет прабабушку «Ган-Ган», в то время как принц Уильям, как сообщается, в детстве называл бабушку «Гэри».